Привет, ребята! Помните, я вам рассказывала про приложение «Захлёб»? После того, как я его посоветовала, я получила кучу положительных отзывов. Спешу поделиться, что в приложении появилось много новых классных и интересных историй в том же залипательном формате. Особенно мне понравилась история под названием «Ночёвка умника». Я, как любитель ужасов, не смогла пройти мимо и осталась под большим впечатлением. Фанаты фильма «Оно» особенно оценят эту историю. Там про клоуна-убийцу, который... Короче, прочитайте сами, вы просто обязаны это сделать. Но я предупреждаю, после этого вы будете ещё долго шугаться всего. Кстати, много крутых историй присылают сами читатели. Так что, если у вас есть писательский талант, вы любите писать различные истории и рассказы, то вы можете попробовать себя в качестве авторов истории для приложения «Захлёб». Я считаю, что это очень крутая возможность проявить себя. Напишите в комментариях, какие истории вы уже читали и какие вам понравились больше всего. Ссылочку для скачивания приложения можно, как всегда, найти в описании под видео. Всем-всем привет и добро пожаловать на мой канал. С вами снова я, Чижова Милена, и это моё новое видео. В этом видео я поведаю вам о мистических историях, которые произошли со мной за последнее время и за время с момента того, как я сняла последний ролик про мистические истории. Сложно, но я думаю, вы поняли. Вы очень долго просили, и я всё тянула-тянула, не знала, когда, как лучше снять, что показать. В итоге я думаю, ладно, вам же интересно и какая разница. Вот я сяду в уютной, просто прекраснейшей комнате и просто поведаю вам. Покажу пару видосов, сторис, которые вы видели, многие, может, не видели. Поэтому присаживайтесь поудобнее, берите печеньки, чаёчек. И давайте начнём. Итак, для тех, кто не знает или кто, может, не видел предыдущее видео, у меня постоянно в жизни происходят какие-то странные вещи, какие-то паранормальные явления, и меня это преследует всю осознанную жизнь. Постоянно какие-то странности, куча совпадений. В общем, очень странная фигня. И я поняла, что вам интересно, что мне самое очень интересно, когда мне рассказывают подобные истории, поэтому я буду делиться с вами. Рассказывала истории на стримах, рассказывала в сторис, но понимаю, что видели не все, все хотят поподробнее, все хотят с самого начала, поэтому давайте я начну с истории, которая произошла ещё на той квартире, когда я снимала комнату со своими друзьями. Что же там произошло? В один момент я прихожу домой вечером, просто возвращаюсь домой. После прогулки, я уже не помню, неважно, когда возвращаюсь, время, ну, часов 9-10. И ребята не всегда были дома, там мог быть один друг, мог быть второй, могли быть двое, но когда, грубо говоря, ты входишь в квартиру, их комната сразу у тебя на виду, там можно сидеть за углом, там, короче, стол одного чувака был такой угловой. И когда ты входишь, не видно этот стол, и часто чувак сидел за компьютером, и слушал музыку, в общем, диджей, все дела. И я такая прихожу, тишина. И когда я начинаю закрывать дверь, включается музыка. Первым делом, естественно, что я подумала, ну, что дома кто-то есть, и кто-то вырубил музон. Ну, логично, правда? Мне больше нечего было подумать на тот момент. И я такая, типа, о, кто дома, привет! В ответ, в ответ молчание. Музыка продолжается. И я такая, Стас, Лимб, молчание. И тут я немножечко села, думаю, ладно, может меня хотят напугать или что. Вхожу в комнату, понимаю, что музыка не из их комнат. И тут мне становится по-настоящему страшно, потому что когда я выходила, я оставляла свой компьютер в режиме сна. С полностью закрытыми вкладками. И тут я иду в свою комнату, думаю, что происходит. И пока я иду, я слышу, что да, действительно, играет мой компьютер. Вхожу в комнату, открыт ВК, играет музыка. И как только я сделала первый шаг за порог, то есть, грубо говоря, вот так, оп, в комнату, музыка при мне тут же просто переключается. То есть она не закончилась, играла музыка, там была, может, треть песни, да, даже не половина. И она просто резко переключается на следующую. И я такая, во-фага, что это было? И я просто подхожу, выключаю, такая, типа, что? И я долго еще сидела вот так. Соседи пришли, я им рассказала, они сказали, господи, тебе показалось ли, может, кошки что-то включили? Но это невозможно. И то, что при мне переключилась музыка, это еще накалило обстановку, мне стало еще страшней. И очень стрёмно. Короче, не знаю, что это было, но вот та история на тот момент закончилась. И больше ничего подобного вроде не было. Но это было очень страшно, невероятно страшно. И очень странно. Это квартира. Я переехала сюда в сентябре. Я вам рассказывала, вы это знаете. Странности все равно меня преследуют. Во-первых, когда я заехала. Вы помните, что в той квартире у нас не работал свет в ванной. То есть его не было. Все это время, сколько мы там жили, год. Ну, первые два месяца работали, ладно, лампы потом. Они даже не перегорели, просто перестали работать. Я покупала кучу новых ламп, они не работали, либо мигали и перегорали. Все. И я мыла с софтбоксом. Ребята мыли с айфонами. В общем, так весь год. И здесь я заехала. Что вы думаете? Через неделю свет в ванной ломается. Ломается. Все. То есть там есть маленькая лампочка в зеркале, и я пользуюсь этим. А вот нормальная, типа люстра, которая висит наверху, не работает. И приезжал хозяин, заменял, не работает, там что-то отходит. Потом починили. Проходит пару дней, свет снова гаснет. И не работает. И дело не в лампе, потому что все лампы новые, все не работают в других местах. То есть, почему? Следующее. Все часы в этом доме остановились. Ну, там я починила, которая на кухне. Но вот эти так и стоят. Причем самое интересное, они тикают. Не знаю, слышно ли они или нет, они тикают. Но они не ходят. То есть, вот время, как показывается, типа 2.45. Так они и стоят. И тикают при этом. Это очень странно. И те так же. Пока я их не починила. Когда хозяин приходил с своим другом, мне тут все чинили, они говорят, вот это энергетика у вас. И я такая, типа, очень странно. Но мне-то на самом деле часы не нужны, потому что у меня есть айфон, у меня где-то есть часы. Но как бы время всегда рядом. Телефон есть. Зачем что-то еще где-то настенное? Но сам факт. Это очень необычно. И пугающе немножечко. Свет в ванной так и не работает. Вот на днях снова приезжает хозяин, который будет пытаться что-то починить уже со специальными инструментами. И если потом опять что-то погаснет, если честно, даже не удивлюсь, это очень странно. Но как-то так. На балконе, кстати, начал мигать свет. Там тоже есть лампа, которой никто не пользуется, то есть она нормальная. И она начала подмигивать. Меня это уже пугает. Но это не самое страшное. Как бы бог с ним с часами, бог с ним со светом. На кухне что-то происходит. Постоянно. Я когда въехала на третью или на четвертую ночь, я лежу здесь такая на диванчике, никого не трогаю. И тут слышу стук на кухне. Такое прям, знаете, как будто что-то падает. Первым делом я, естественно, подумала, что мои кошаки устроили разгром. Что там что-то уже пороняли. Но первое, ронять там нечего. И второе, кошки здесь. И тут меня осадило. Я такая, да боже, опять началось. И пошла на кухню. Включила свет. Да, знаете, как во всех фильмах ужасов. Всегда смотришь и думаешь, зачем ты идешь туда, где опасность? Зачем? Но нет, сама же поперлась посмотреть. Как бы я сижу в квартире, да, по сути здесь никого быть не должно и не может быть. И там никого не оказалось. И ничего нигде не валяется, ничего не упало, ничего не открыто, ничего не сломано. Что это? Вопрос. Хороший. Просто это настолько странно, эти стуки продолжаются. Знаете, как будто хлопает шкаф, как будто что-то падает, как будто что-то, я даже не знаю, какие звуки. Ну, хлопки, стук, вот такое. И оно очень в рандомном порядке, то есть это не систематические какие-то звуки такие в одинаковой последовательности и в одинаковое время. Нет. Там ночь может быть, ночь не быть, потом несколько ночей опять эти звуки. И они очень разные. Также разные по силе, не только по частоте. И это первое время меня просто очень сильно пугало. Я не могла, я дергалась от каждого шороха. Я забивалась в угол дивана, спиной к двери, потому что... А дверь у меня еще всегда открыта. И я думаю, господи, а пройти, знаете, вот с кухни до сюда, ну, секунду. И каждый раз мне было страшно поворачиваться ночью, потому что я думала, не дай бог, я развернусь, и кто-нибудь в дверях или выглядывает, у меня инфаркт будет просто. Умру на месте! И кошки очень странно реагировали. Во-первых, покажу вам видосик. Так странно сейчас. Сейчас у меня дверь закрыта, чтобы звуки не мешали. И внизу как будто тени передвигаются. Хотя киви вот, и ряна вот. Очень мне это не нравится. Ну ладно. Дома я одна, чтобы вы понимали, да, я снимаю квартиру одна, живу одна, и никого здесь не бывает, в принципе. Вот так. А сейчас самой не по себе стало. Ну так вот, у меня есть видео. Я сняла, правда, под конец, но все равно успела, как кивусик. Очень странно реагирует на ванну. Ванна рядом с кухней. Грубо говоря, сейчас напротив меня вот так вот ванна, и через стенку кухни. В ванной как раз-таки перегорел свет первый. И ряна постоянно туда ночью скребется, почему-то орет на ванну. И кивусик как-то очень заглядывал вот так в дырку. И знаете, ну когда коты боятся, они прижимаются, шерсть стоит дыбом, и киви будто там что-то высматривало. Это было очень странно. Я записала, правда, не с самого начала, буквально пару секунд, но хоть что-то. Так что сейчас вы это глянете. Я рассказывала эту историю всем своим друзьям, знакомым. И как-то раз ко мне приехала Света. Света это моя подруга детства. И Света мне сказала, типа, Милена, ты вообще очень пугливая, ты трусишка, поэтому неудивительно, может там вообще кто-то, что-то с соседей, что хорошая слышимость. Да, слышимость здесь действительно очень хорошая. И каждый стух и шорох, и говор, все слышно. Но я понимаю, когда что-то происходит в моей квартире, а когда нет, все-таки я же не совсем тук-тук, да? Ну и Света как-то посмеялась, а потом она пошла мыть посуду, когда мы поели тортик. Очень странно, там тени, ладно. Она пошла мыть посуду. Я осталась здесь. И она выходит, выключает свет, приходит сюда и говорит, Милен. И ее прям, знаете, как осадила. Она говорит, я помыла посуду. Выключаю свет. Выхожу, и как только я делаю шаг за порог, за моей спиной что-то падает. То есть, вот такой хлопок. И я его слышала. И она поворачивается, включает свет. Но ничего нет, ничего не упало. Все на месте. Что это? А она прям четко слышала, что за ее спиной. И вот тут она меня поняла. И я говорю, вот, вот, да, оно. И это очень странно. Непонятно, что за звуки. Никто так и не понял. Кто еще слышал, тоже не особо хотят знать и понимать, если честно, что это такое. Необычное. И я ничего не видела вроде странного и такого. Но стуки продолжаются. Правда, не такие сильные, как раньше, но продолжаются. И я снимала сториз. Я надеюсь, что у меня остались. Если да, то я вам сейчас обязательно покажу. Прямо включу. Когда я пришла домой и записывала как раз таки, что... Посмотрите, я пришла домой и начались стуки. И вы сейчас их увидите, если я их записала. Какие-то звуки. Я начала снимать, а их нет. Коты тут. То есть это не коты. Блять. Что за хуйня? Я сейчас рубила свет. Хорошо, что он тут. Мне страшно. Я ночью постоянно слышу. Это вы же слышали в конце, да? Это оттуда. Что за хуйня, блять? Мне очень жутко ночами. Потому что ёбаный нахуй. Потому что я... Далее. Многие из вас видели в сториз, когда я играла на синтезаторе здесь ночью. Точнее, это даже утро. Четыре часа было, пять утра. Мне не спалось, и я решила поиграть на синтезаторе. Да, у меня синтезатор, да, у меня две гитары, да, у меня укулили. Я очень люблю играть на музыкальных инструментах. Пускай это у меня получается не суперхорошо. Но, тем не менее, почему бы не заниматься тем, что тебе нравится, что ты любишь. Правильно? Никто же не поспорит. Правильно. И тут я, значит, играю спиной к двери мелодию из Silent Hill. Чтобы вы понимали, полная темнота. Стремная такая, знаете, мрачная мелодия из фильма ужасов. И тут я потом пересматриваю сториз и вижу, что за моей спиной, как раз-таки на пороге, как входить в эту комнату, что-то пролетает. Знаете, как дымок. Такой. И пропадает. И есть еще вроде на одной сториз еще какая-то странная штука, которая просто в двери вот так пролетает. Что это непонятно. Я не жгла ничего, чтобы это был дым. И в двери он никак не мог появиться, даже если бы я что-то жгла. Что еще это могло быть? Ничего. Поэтому я не знаю. Вот сейчас я включу здесь где-нибудь, вы посмотрите. Дымок. То есть, если до этого были звуки, и все, что я только могла слышать, то после этого видео можно теперь и увидеть. И это настолько странно. Мне все писали, да мне самой было интересно узнать у хозяев, какая история у этой квартиры, да, или может у соседей что произошло, или может в доме, может есть какая-нибудь история вообще этого района ужасающий, да, не знаю. Недалеко, кстати, здесь кладбище, поэтому не особо чему-то, наверное, нужно удивляться. Но все же это, наверное, странно будет, спрашиваю хозяев, типа вот вы знаете, ночью я слышу какие-то стуки и вижу дым. Мне кажется, меня выселят сразу же и скажут, что понятно, кто здесь живет, ну, это достаточно странно. И спрашивать такое тоже не очень, поэтому я не стала этого делать. Но факт остается фактом. Вот я вам рассказала. Потому что стук продолжается, я слышу падения, какие-то шорохи. Слава богу, никаких голосов и так далее не слышала. Я, мне кажется, вообще бы здесь пересралась. Но факт остается фактом. Коты. Коты, ладно, я, да, мне действительно может показаться, может это действительно соседи, может это еще что-то. Но коты очень странно реагируют. А коты же чувствуют вот это вот все, все такое. И Риана часто шугается, она постоянно скребется в ванну, она постоянно плачет, когда остается там одна. Это несколько необычно напрягает и устрашает одновременно. Пугает. Устрашает, в общем, вы поняли. А так как я живу одна, становится еще более страшно, еще более жутко. И со временем я, конечно, привыкла, но когда я начинаю задумываться и пугать себя, тем более, когда я о чем-нибудь посмотрю, страшно. Во-первых, мне страшно возвращаться домой, особенно когда темно, а я возвращаюсь постоянно поздно. И страшно в самой квартире, потому что я одна. Я понимаю, что кошки меня не защитят, поэтому их наличие в квартире в большом или в небольшом количестве мне вообще никак не поможет. Поэтому порой очень страшно. Вы спрашиваете, страшно мне или нет. Раньше было постоянно страшно. Сейчас иногда. Но если я начинаю загоняться или как-то думать об этом всем, мне становится жутко страшно. Прям нереально страшно, поэтому как-то так. И в целом это были все истории, потому что в этой квартире больше точно ничего не происходит. Мне хватает достаточно того, что тут происходит. Бонусов не надо. Где-то еще, может быть, что-то на каких-то тусовках и было, но не такое глобальное, не такое стрёмное. И не знаю. Если я вспомню, я обязательно расскажу. А так это были все истории. Я надеюсь, что вам понравилось. И я думаю, что вы надеетесь, что произойдет что-то еще, чтобы я вам рассказала, потому что это действительно интересно. Но вот больше ничего не происходит. И, пожалуйста, пощадите меня и мое сердце. Можно, пожалуйста, духи в моей квартире, если кто-то есть, услышите меня. Не надо. Мое сердце слабо. И так, проблемы со здоровьем. Я не переживу, если я кого-нибудь здесь когда-нибудь увижу. Это вообще, вы все можете представить? Я нет. Это будет супер страшно. А еще я постоянно, когда смотрю на балкон, и тоже стрёмно. Потому что оттуда еще поддувает ветер. И так, типа... И, в общем, мне кажется, из моей квартиры можно делать комнату страха. Даже ничего делать не надо. В принципе, достаточно прийти и остаться на ночь. Квартира все сделает сама. Ну, это на этом все. Ладно, не буду вас задерживать. Пожалуйста, если вам понравилось, поставьте большой пальчик вверх. Подпишитесь на канал, если вы все еще не подписаны. Обязательно включите колокольчик, чтобы у всех он стоял. И напишите в комментариях, что вы об этом думаете. Происходили ли у вас какие-либо странные истории в вашей жизни. И до встречи в следующем видео. Пока-пока!